Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков и Сурдоперед обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Режим чрезвычайного положения в Казахстане завершен. Президент страны Касмжом Артокаев обратился к народу Казахстана. К полету готовы. Авиарейсы внутри страны возобновлены. Воздушная гавань Талдукургана приняла первых пассажиров из Нур-Султана. Рабочие места и налоги. 760 миллиардов тенге составят объем инвестиций за текущий год в Алматинской области. Режим ЧП в Казахстане завершен, но карантинные ограничения будут сниматься постепенно. Об этом заявил президент страны Касмжом Артокаев на заключительном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Президент страны уже в третий раз за последние два месяца выступил с обращением к народу Казахстана. Каждое выступление президента казахстанцы ждали с особым трепетом. За два месяца закрылись производства, крупные промышленные и торговые объекты. Одним словом, жители были озадачены, что будет дальше. Но никто не остался без поддержки государства. Все поручения и обещания президента были выполнены в срок. Соответственно, удалось избежать массового кризиса и хаоса на примере других государств. Постепенно Казахстан начал возвращаться в привычное русло. Пик пандемии в стране уже пройден. Но это не повод для расслабления, напомнил глава государства. Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных секторов. Промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики и, соответственно, новые подходы и задачи. Особое внимание в этот период стоит обратить на сферу сельского хозяйства. В Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако их продукция не реализуется официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. Этот вопрос требует безотлагательного решения, отметил президент. Я поручаю правительству совместно с Атамитеном запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки населения от поля до прилавка, до рынка. Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине следующего года разработать полноценную программу. В ходе реализации данной программы будет применено льгодное микрокредитование поставки 6% годовых по линии «Каза-Агро» с использованием инструментов гарантирования фонда дому. Поручил президент сделать жилье для казахстанцев доступнее. Запустить новый проект по алгоритму 5-10-20. На эти цели в рамках антикризисных средств направить 390 миллиардов тенге. Противоэпидемиологические мероприятия в республиканском бюджете предусмотрены, как я сказал, 125 миллиардов тенге. До этого из резерва правительства было выделено порядка 25 миллиардов. Итого 150 миллиардов тенге, или в переводе на доллары, это порядка 350 миллионов долларов. И они находятся в составе 5,9 триллионов тенге, которые направляются, как я сказал, в целом на реализацию антикризисных мер. А именно на поддержку занятости в нашей стране, на поддержание доходов населения, на социальные выплаты, на поддержку бизнеса, в том числе на льготное кредитование предпринимателей, жилищное строительство и так далее. Незначительно, но все же пострадал в период ЧП и национальный бизнес. Для его поддержки президент страны поручил расширить перечень отраслей, которым банки и другие финансовые организации будут предоставлять отсрочку платежей по кредитам. Мировой кризис не должен коснуться Казахстана, для этого есть все необходимые возможности и средства. Жители страны не должны сомневаться в своем светлом будущем, подчеркнул глава государства. В целом все расходы, которые выделяются в рамках антикризисных мер и эти средства, в том числе, постоянно мониторятся. Для этого есть работа органов казначейства, а также органов внутреннего государственного аудита, которые контролируют в рамках камерального контроля. Главное, самое важное, что требует президент от местных властей – рациональное распределение средств на антикризисные меры. Евгения Присяжная, телеканал ЖТСУ, при поддержке телерадиокомплекса, президент РК. Парки, скверы и аллеи открыты для пеших прогулок, но карантинные ограничения все же действуют. Обязательные условия – не более трех человек и индивидуальная защита. В целом режим карантина в Алматинской области будет действовать до конца этого месяца, отметил заместитель Аким Алматинской области Патржам Байжуманов на брифинге с журналистами. Сейчас идет третий этап по ослаблению ограничительных мер в рамках действующего карантина. К примеру, блокпосты между областями и внутри районов все также будут функционировать, но дезинфекция транспорта и анкетирование отныне будут исключены. Также с сегодняшнего дня начали работу типографии, швейные ателье, обувные, мастерские и прачечные. Условия стандартные – максимальное соблюдение мер санитарной безопасности. Третьим этапом мы открываем промышленные и производственные предприятия области, филиалы, центры обслуживания населения, общественный транспорт, только наполняем не более количества посадочных мест. Также непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров. Кроме того, разрешается работать бизнес-центром – это бухгалтерская консалтинговая компания, агентство недвижимости, судоисполнителям. Объектом культуры – это индивидуальные групповые репетиции до 30 человек. Более 260 тонн гуманитарной помощи направили власти края ЖТСУ пострадавшим от наводнения жителям Туркестанской области. За короткий промежуток времени на призыв о помощи сочистникам одними из первых откликнулись члены партии Нур-Отан, местные волонтеры и неравнодушные граждане. Буквально за пару дней удалось собрать строительные материалы отечественного производства и товары первой необходимости. Отправлены и средства личной гигиены в виде стирального порошка, мыла, шампуни. Вместе с гуманитарной помощью в Макта-Аральский район Туркестанской области отправились 20 местных волонтеров. Они будут находиться там на протяжении 10 дней и оказывать помощь местному населению. Мы не могли остаться в стороне от беды, которая постигла наших соотечественников. Для эвакуированных Макта-Аральского района оперативно был организован сбор продуктов питания. Всего, что пригодится людям в первую очередь. Мы уже отправили 14 грузовых машин, в которых не только товары первой необходимости, но и строительные материалы. Аким области Амандык Баталов с первых дней ЧП поручил оказывать помощь соседнему региону. И эту миссию мы сейчас достойно выполняем и отправляемся в путь. Авиалиния действует. Первый пассажирский рейс направления Нур-Султан-Талдыкурган после режима ЧП приземлился в аэропорту областного центра. Напомним, по указу главы государства с 11 мая в стране возобновили воздушные перелеты из Алматы, Нур-Султана и других всего в семи казахстанских городах. В их числе и Талдыкурган. Воздушная гавань приняла 6 человек из столицы. Все они прошли через терминал. Их багаж продезинфицирован. В этот же день и ряд жрец-сусцев отправились в Нур-Султан. Напомним, во время чрезвычайного положения аэропорт Талдыкургана принял два борта с нашими соотечественниками, прибывшими из Объединенных Арабских Эмиратов. Первые требования работникам авиакомпании. Они должны ежедневно проходить медицинский контроль. И при этом в аэровокзале на рабочих местах должны находиться дезинфицированные средства. И наши работники должны ходить в масках и перчатках, как положено. При этом пассажиры должны тоже находиться в масках. И согласно требованиям работников аэропорта, они должны все требования выполнять. Продолжаем выпуск. Как известно, в Казахстане режим чрезвычайного положения завершился. Вместе с тем будет прекращена и вторая волна выплат социального пособия, стартовавшего 16 апреля. Это значит, что до указанного срока не все получатели смогут претендовать на 42 500 тенге. Кто из казахстанцев все же успеет получить социальную выплату за май и почему она не дойдет до всех адресатов, разбиралась моя коллега Кульмира Тимиргалиева. С завершением действия режима ЧП в Казахстане будет остановлена и выплата 42 500 тенге. В общей сложности на господдержку за весь период претендовали более 8 миллионов человек. Так, 16 марта по 15 апреля соцспособие получили 4,5 миллиона казахстанцев. Вторая волна охватила 2 с лишним миллиона граждан. В Алматинской области за общий срок чрезвычайного положения из более чем 2 миллионов заявок отказ получили почти 1,5 миллиона. Филиалом фонда было рассмотрено 659 тысяч заявок. Из них мы отказали 5300 человек. Основная причина отказа в назначении данных граждан не является участниками системы обозрительного социального страхования. То есть за последние 12 месяцев за них не было социальных отчислений. Лица, работающие в сфере государственных структур, то есть это госслужащие, пенсионеры и получающие социальные выплаты по уходу или социальные пособия как многодетные матери. А также лица, работающие по совместности на двух и более работах. Сегодня многие жители торопятся получить 42,5 тысячи тенге, в том числе и посредством пипи-счета в отделениях Каспочты. К слову, число получателей выросло в пять раз, а количество открытых счетов увеличилось вдвое. С 1 мая вторая выплата 42,5 тысячи тенге, сейчас уже вторая ивана получаем. Мы уже выплатили 122 тысячи жителям Алматинской области социальной помощи 42,5 тысячи тенге. Счета открыли 142 тысячи жителям Алматинской области. Все жители, которые открывали счета, скорее всего, свои деньги получили. На период ЧП деятельность многих предприятий региона была приостановлена. Заявками от работодателей занимался специально созданный городской штаб под руководством заместителя Акима Талдыкургана. За время его деятельности было рассмотрено 921 заявление на 2496 человек. Именно такое количество людей находилось в вынужденных отпусках. Более 38 тысяч человек обратились из числа самозанятых, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, потерявших доход в связи с ограничением деятельности. В общей сложности в первом транше социальную выплату в размере 42 тысяч 500 тенге получили более 45 тысяч человек. Вторым траншем, вот уже началась вторая выплата этой социальной выплаты, более 18 тысяч человек уже получили. Вместе с тем, одной из мер социальной поддержки уязвимого населения стали продуктовые наборы. Однако в целях безопасности и сохранения карантинных требований эта помощь была переведена в денежный эквивалент в размере двух минимальных расчетных показателей. За март месяц выплачено более 21 тысячи детям, получателям адресной социальной помощи. С 1 апреля по заданию главы государства расширен этот перечень. Туда вошли инвалиды первой, второй, третьей группы всех возрастов, также дети-инвалиды и лица по уходу за детьми-инвалидами. Вместе с тем и вошли туда безработные, зарегистрированные в центрах занятий населения. На сегодняшний день уже выплачено 110 тысяч гражданам на сумму более 607 миллионов тенге. Возмещение расходов по коммунальным платежам в размере 15 тысяч тенге – еще одна из мер господдержки социально уязвимых слоев. Компенсация покроет расходы населения за апрель и май. На сегодняшний день в Алматинской области зарегистрировано более 12 тысяч заявок. Деньги будут перечисляться на лицевые счета граждан. 109 миллиардов 200 миллионов тенге выделено на реализацию программы «Дорожная карта занятости» в Алматинской области. Она включает в себя 977 проектов с созданием около 23 тысяч рабочих мест. В их числе 1800 на постоянной основе. Приоритет отдается строительной сфере. Планируется привлечь выпускников пяти колледжей региона, то есть 205 человек. Программа осуществляется по четырем направлениям. Это строительство, капитальный и текущий ремонт, реконструкция. Всего 272 объекта. Об этом рассказала заместитель и руководитель управления координацией занятости и социальных программ Алматинской области Паха Джахсабаева. Спикер добавила, на сегодняшний день 294 проекта позволят создать более 3 тысяч рабочих мест. Свыше полутора тысяч человек, из которых почти треть молодежи, уже трудоустроены. Чтобы программа «Дорожная карта занятости» реализовалась своевременно и качественно, создано 20 мобильных рекрутских пунктов во всех районах области. Они выполняют консультативную функцию. У нас будет создано свыше 22 800 рабочих мест. Из них 10 485 они через центры занятости. В основном это временные будут. То есть на процесс во время строительства, капитального и текущего ремонта этих проектов. Но после завершения проектов, 970 проектов, которые будут реализованы в текущем году, то 1830 рабочих мест, это будет постоянное. То есть после завершения у нас будет строиться 7 школ, 5 врачебных амбулаторий. И вследствие введения их в действие, более 1830 человек будут трудоустроены на эти объекты. Какие специалисты нужны для этих проектов? Мы стараемся подбирать именно тесные взаимодействия с подрядчиками, которые строят, ведут ремонт или строительство тех или иных проектов по дорожной карте занятости. Новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. 760 миллиардов тенге составит объем инвестиций за текущий год в Алматинской области. Показатель больше на 140 миллиардов тенге, чем за 2019. Одна пятая доля инвестиций составляют иностранные. К слову, из 19 транснациональных компаний, которые откроются в Казахстане, 8 распахнут свои двери в Алматинской области. Общая сумма этих проектов – 108 миллиардов тенге. Будут обеспечены почти 2000 местных жителей рабочими местами. Мировая пандемия не стала преградой для реализации инвест-проектов в Алматинской области. С начала года уже реализованы 5 проектов на 5,5 миллиардов тенге. Обеспечено 350 человек постоянными рабочими местами. Инвестиционная составляющая развития региона обеспечена и на краткосрочную, и на долгосрочную перспективу. Сформированный список инвестиций составляет 447 проектов, а это почти 5 триллионов тенге и 42 тысячи рабочих мест. Они обеспечивают индустриальное развитие региона вплоть до 2029 года. В текущем году мы планируем ввод более 70 проектов на сумму свыше 300 миллиардов тенге. Наиболее прорывные из них – это строительство цементного завода компании «Алацем», это комбикормный завод «Феникс Фидмиллс», это автодром, реализованный компанией СТК «Сокол», это строительство солнечной электростанции «Мистрала Энерджи». Это наиболее прорывные крупные инвестиционные проекты. Содействие инвесторам оказывает региональный центр развития Алматинской области. Организацией выработана эффективная схема взаимодействия и сотрудничества с инвесторами. Один из ярких примеров плодотворной деятельности центра – реализация проекта по открытию в области мясокомбината известной американской компании «Тайсон Фудс». Сумма инвестиций – 115 миллиардов тенге. Мощность комбината – 2000 голов КРС за одну смену. Планируется, что разместят новый мясокомбинат на одной из индустриальных зон области, которые, к слову, уже снискали большую популярность среди крупных предпринимателей страны и зарубежья, благодаря созданным привлекательным условиям для инвесторов. У нас активно идет работа по развитию индустриальных зон. Сейчас действует индустриальная зона «Талакурган». Недавно, как раз 1 мая, было открытие завода по переработке мастерской культуры «Можеков» на 5,8 миллиардов суммы инвестиций. Сейчас на данном этапе там открыто 50 рабочих мест. В будущем при расширении до 300 рабочих мест открытие планируется. Также завершается развитие индустриальной зоны «Кайрат» в Талгарском районе на завершающей стадии подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры. И ведем разработку проектной документации по индустриальной зоне «Береке» в Великском районе. Грамотная реализация государственных программ и ответственный подход к делу плодотворно влияют на достижение результата. Из 19 транснациональных компаний 8 откроются в Алматинской области. Общая сумма инвестиций – 108 миллиардов тенге с созданием без малого 2000 рабочих мест. Для инвесторов создаются все необходимые условия. Инвестиционный потенциал Алматинской области, конечно, он большой, он очень интересен для инвесторов, потому что здесь можно реализовывать проекты во всех отраслях. Здесь инвестор получает поддержку по принципу одного окна. То есть это идет организация в регион, это идет организация интересных ему встреч с потенциальными партнерами здесь, в Казахстане. Это предоставление информации о регионе, о мерах господдержки, помощь в выборе земельного участка. То есть полностью сопровождение на всех этапах реализации. Привлечение инвестиций – вопрос особой важности. Стоит он на постоянном контроле руководства области. Об этом ярко свидетельствуют цифры. Сегодня инвестиционный портфель региона составляет почти 5 триллионов тенге. В победоносное завершение Великой Отечественной войны свой вклад внесли не только фронтовики, но и труженики тыла. Алия Камзина, будучи совсем юной, испытала на себе все тяготы военного периода. Матери Алия лишилась в 1932 году, когда ей было всего 6 лет. А в 1937 репрессировали отца. Так она со своей старшей сестрой остались сиротами. Когда началась война, Алие исполнилось 15. Тогда под руководством Наркомата обороны в Казахстане и Средней Азии начали формироваться строительные батальоны и рабочие колонны. В них призывали трудоспособное население и негодных в строевой службе. Из трудармейцев, чья служба приравнивалась к военной, формировали отряды. Юную Алию, уроженку села Нура, ныне Шамыр, из Клигинского района, как и многих подростков и женщин, увезли эшелоном на работы. Сначала в Уштобе, а потом в Украину и Белоруссию. Трудились в поле. Копали свеклу, порой голыми руками, потому что лопат на всех не хватало, делится тяжелыми воспоминаниями Алия Камзина. Позднее восстанавливали завод, изготавливали патроны. Она, наравне со взрослыми, работала, не жалея сил, чтобы обеспечить продовольствиями и боеприпасами армию. Питание было более чем скудным. Какой-нибудь постный суп или каша с маленьким кусочком хлеба. Часто еды не было вообще. На работы меня взяли потому, что я была крупного телосложения, а сестру мою не взяли из-за худобы. У всех нас, трудармейцев, кого отправили на работы, не было даже документов с собой. Многие из нас были еще детьми. Девочки по 15-16 лет. Страдали не только от голода, но и от холода, потому что одежды толком не выдавали. Я была в трудармии практически весь военный период. Только после окончания войны в 1945 году Алия вернулась домой. В послевоенные и все последующие годы она работала дояркой в совхозе Победы, села Будённый. Сейчас этот населенный пункт в Искальдинском районе носит имя Матая Боисова. Нельзя не упомянуть о трудовом пути Алии в совхозе Янбекши Кировского района Талдыкурганской области под руководством Героя соцтруда Залихитом Шибаевой. А в 1977 году Алия Камзина была награждена медалью за долголетний добросовестный труд. Работа была тяжелая, конечно. Раньше доярки вручную доили, рано вставали, корм раздавали вручную тоже. Иногда работали на свекле. У нас свеклосопхоз же был. Всегда работали сплоченно, все вместе, что свекловищники, что доярки. В 2010 году Алие Камзиной вручили еще одну почетную награду – Кумы Салка. Ведь она многодетная мать. У нее 8 детей, 15 внуков, 22 правнука и одна проправнучка. Сегодня она окружена заботой и любовью своих близких и мечтает, чтобы они никогда не испытали ужасов войны. Евгения Присяжная, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ Бухенвальд, Асвенцием, Дахау. Для бывших узников фашистских лагерей смерти – это напоминание об ужасах пережитой войны. Среди сотен тысяч других заключенных, испытавших голод и мучения, были и казахстанцы. На сегодняшний день в Алматинской области их проживает всего 9 человек. Среди них и жительница Текили Татьяна Громницкая. В начале мая Татьяна Громницкая отметила свой 95-й юбилейный день рождения. Долгожительница, мать-героиня, ветеран труда. В этом списке есть еще одна особенность – узник фашизма. Это страница ее жизни, полна трагизма и тяжелых воспоминаний. Начало войны Татьяна Громницкая застала в родном Чернигове в 16 лет. А в марте 42-го ее вместе с другими молодыми людьми на товарном поезде увезли в концлагерь Штутгов. Два года она провела на чужбине вместе с такими же, как и она, пленными, поляками и французами. Лишь в 1944 году счастливый случай помог Татьяне бежать из неволи. Счастье родителей удвоилось, когда с войны живым вернулся и старший брат Татьяны. Наши были бы недалеко, где-то под Калининградом, в нашей части Красной армии, начали обстреливать этот лагерь и начали разбегаться люди. Кто куда, особенно женщины успели убежать. А мужчин окружили и погнали куда на запад, не знаю, с собаками, с овчарками, а кто не мог идти, просто расстреливали. В середине 50-х молодая читак Громницких переехала в горнятский городок Текили и ни разу не пожалела о своем решении. Георгий и Татьяна пополнили дружный коллектив свинцово-цинкового комбината, на котором проработали долгие годы. По сей день женщина пользуется почетом и уважением среди бывших коллег и сослуживцев. Не забывает о Татьяне Громницкой и глава города Текили Бахтияр Унирбаев. Перед дверью праздника 75-летия Победы мы поздравляем всех наших ветеранов. Без внимания никто не останется. Вот сегодня зашли Громницкая Татьяна Николаевна. Очень уважаемый ветеран. Мы каждый год участвуем, поздравляем, приглашаем на различные мероприятия. С молодежью встречается, с участием встречается. Я считаю, что то, что она увидела в такие военные годы, тяжелые военные годы, пережила. И действительно, ее жизненный путь является примером подражания нашего подрастающего поколения. «Моя сила в моих детях», признается пожилая женщина, воспитавшая 12 сыновей и дочерей. На сегодняшний день у долгожительницы 30 внуков, 14 правнуков. Так, семейное древо семьи Громницких, пустившее корни на казахстанской земле, придает Татьяне энергии, чтобы наполнить каждый ее день теплом и уберечь от жизненных невзгод. Субтитры создавал DimaTorzok